Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, минус 6. Днем 14-16 градусов тепла. В Черкесске в колледже индустрии питания, туризма и сервиса прошла торжественная церемония чествования победителей и призеров регионального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia. Подробности в репортаже Корчебеджиева. Вот и пролетели две недели соревнований. 14 дней напряженной борьбы, удач и ярких побед. С каждым годом республике растет число участников чемпионата WorldSkills. На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором принимают участие молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей. В качестве экспертов, оценивающих выполнение заданий, выступают известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники. В девятом региональном чемпионате приняли участие 120 сильнейших студентов и школьников Корчеба-Черкесии. На протяжении конкурсных испытаний участники демонстрировали свое профессиональное мастерство. В рамках регионального чемпионата тоже впервые в республике прошел чемпионат Expert Skills. Это конкурс среди экспертов, наставников. Ранее такого не было, они просто готовили своих участников. Те представляли их на чемпионате. В этом году сами наставники приняли участие в конкурсе и среди них были определены победители и призеры. Соревнования проходили на 22 конкурсных площадках, организованных в профессиональных образовательных организациях республики. По 22 самовостребованным компетенциям. Это поварское кондитерское дело, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, технологии моды, парикмахерское искусство и многое другое. Впервые в этом году Карачаево-Черкесия принимала участие в юниорском чемпионатном движении по медицинскому и социальному уходу. Работу конкурсантов оценивали 160 мастеров, в числе которых два сертифицированных эксперта WorldSkills из других городов и регионов России, а также представители производственных предприятий и организаций Карачаево-Черкесии. Чтобы дойти до финала, пришлось много работать. Спасибо профессионалам, которые меня учили. Это наши кураторы, наши учителя. Участвовали в чемпионате, готовили разные кулинарные изделия кондитерские. Три дня выступали по два блюда, по два кондитерских изделия. Участвовали в региональном чемпионате молодые профессионалы WorldSkills. Занят третье место благодаря своим наставникам Карасовам Слава Хусиновичу. Главные цели и задачи конкурса – это повышение престижа рабочих профессий, содействие и привлечение молодежи для обучения и трудоустройства. В завершении мероприятия в праздничной обстановке прошло награждение победителей и призеров, где всем участникам вручили дипломы за их нелегкий труд. Корча Биджиев, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия. Молодежь – это фундамент, на котором будет строиться будущее нашей страны. В поселке Архыс прошел межрегиональный форум «Северный Кавказ-2030» молодежи общества. Организаторами мероприятия выступают консорциум вузов, Северокавказский федеральный университет, Качагу имени Умара Алиева, СКГ и экспертный клуб «Дегория» при поддержке полпреда президента России в СКФО. О работе форума подробнее расскажет Алихан Лепшоков. В эпоху развития дистанционного общения цифровых технологий крайне важно, чтобы экспертное сообщество своевременно реагировало на вызовы современных реалий и оказывало поддержку молодежи, отметил, открывая форум, заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии Дмитрий Бугаев. Он также подчеркнул, что работа с подрастающим поколением является стратегически важным направлением в реализации политики государства. Здесь немаловажную роль играют институты гражданского общества, молодежные организации, которые выступают посредниками между органами власти разных уровней и молодежью. Отдельным важным направлением в работе с молодежью считают создание условий для самореализации в сфере науки и технологий. С этой целью сегодня в Карачаево-Черкесии завершается строительство Центра молодежно-инновационного творчества. Ведется обучение специалистов в области интернет-технологий. В рамках форума эксперты обсудили вопросы реализации новых форматов работы в области молодежной политики с учетом текущей повестки и ценностных ориентиров современного поколения. Также они отмечают, что подобные встречи необходимы, так как общими усилиями мы можем решить те проблемы, которые актуальны в среде молодежи. Понимая всю проблематику взаимодействия в молодежной среде, плюс общественно-политические изменения, которые сейчас происходят в нашей стране, осознаем, насколько важно говорить на одном языке с молодежной аудиторией. И наш экспертный клуб занимается подготовкой молодых специалистов социально-гуманитарного профиля и практиков, которые ведут свою деятельность в общественно-политической сфере и отвечает непосредственно запросам, которые есть в молодежной политике в части перевода с такого управленческого и политического языка на язык понятной молодежи. Мы должны предложить эффективные стратегии, пути, способы адаптации нашей молодежи к этим новым и по-настоящему непростым вызовам. Надеюсь, наши рекомендации, наши рецепты помогут молодым людям понять, в каком мире мы оказались и что следует делать, чтобы сохранить стабильность, спокойствие. Это отличная площадка, где мы можем обменяться мнениями и выработать необходимые решения. И наши вузы стараются сохранить и прививать культурно-духовные ценности молодежи нашего региона, отмечают ректоры двух республиканских вузов. Если раньше мы давали возможность всеми инструментами, институциями, возможности молодежи для того, чтобы они развивались, и особенно смотрели, в каком направлении формируется их ценностный мир, когда они развиваются, то сегодня очень важно участвовать в формировании этого ценностного мира, и такие моменты, как патриотизм, любовь к Родине. Эти вещи предполняются новыми смыслами. Об этих вещах нам надо сегодня говорить. Собрание. Все-таки сегодня очень важно, чтобы мы транслировали некое единство, некое общее понимание каких-то вещей, те вещи, которые сегодня нуждаются в осмыслении. Они очень важны, они достаточно серьезны, особенно для молодых людей. И я думаю, что форум, который сегодня собрался в таком формате, он выполнит свою задачу. Также в рамках форума прошли стратегические сессии по вопросам развития форматов работы с молодыми людьми, поддержкой студенческих инициатив и трудоустройства молодежи СКФО. Алихалип Шоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Архыз. Баладжан Джукаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Баладжан. Доброе утро. Рада тебя видеть вновь у нас в гостях. Ты девушка такая очень творческая, очень активная. Я знаю, что в вашем поэтическом клубе «Метрум», но он как-то по-другому называется, правильно, общественная организация, да, «Жизнь кипит». Но сейчас об этом мы поговорим чуть позже. Но сейчас я хочу сказать о том, что на данном этапе происходит. Это те проекты, которые вы реализовываете. И первый из них – это вот тот проект, который называется «Пиши не в стол». Насколько я понимаю, это школа литературного наставничества. Что вот действительно на данном этапе у вас там происходит? Он реализовывается или реализовался? Ну, знаешь, что второй этап. Ну, к сожалению, не могу похвастаться тем, что в последнее время в нашем клубе кипит жизнь, поскольку вы сами знаете, что сейчас очень сложная такая ситуация. Ну, относительно того, что происходит, я в Инстаграм наблюдаю, что у вас все-таки там что-то происходит. Да, что-то происходит. По мере того, мы стараемся наши форматы менять, стараемся придумывать какие-то новые события, которые бы, значит, не противоречили, да, общим нормам. Да, оффлайн каких-то встреч стало меньше, но мы продолжаем организовывать различные мероприятия, продолжаем стараться мотивировать нашу целевую аудиторию, нашу молодежь, пишущую, не только молодежь, извиняюсь. И вот насчет проектов, вы правильно сказали, что сейчас у нас стартует, и уже на этапе, скажем так, мы его разработали, и сейчас, надеемся на поддержку некоторых фондов, наш проект «Пиши не в стол 2.0», который, как известно, успешно прошел первый этап в 2020 году. Нас поддержал фонд президентских грантов, это была школа литературного наставничества для начинающих поэтов и писателей Северного Кавказа. А теперь мы взяли новый размах, и проект приобрел уже международный формат. И мы планируем уже подключить наших замечательных товарищей не только из других российских регионов, но и из стран СНГ. Это новый проект, он направлен на развитие взаимообмена, стажировок, и вообще он создан в первую очередь для того, чтобы повысить популярность русской национальной литературы, российской национальной литературы, вот на этой площадке, которая будет, я думаю, только расширяться в дальнейшем. А 2.0 – это значит второй этап? Да, 2.0 – это значит то, что как бы про такое современное название, значит, что про-версия. Ага, про-версия. Есть такое понятие, как вот сейчас в современном мире, вы знаете, приложения есть и так далее, и так далее. Про-версия. Да, про-версия, да. То есть мы, наш проект оставим, не то чтобы мы его модернизировали, мы его улучшили, я считаю, у нас есть уже опыт, и, соответственно, мы назвали свой проект 2.0. Ну, еще один проект, которому ты много времени посвящаешь, так как ты руководитель регионального отделения волонтеров культуры. Что здесь сейчас? Ну, Всероссийское движение волонтеров культуры, значит, это, как известно, есть ассоциация волонтерских центров, вот, и эта организация уже охватила всю Россию, то есть в всех регионах практически, за исключением, может, одного-двух регионов, где нету региональных координаторов. И вообще движение волонтеров культуры, если брать волонтерство в целом, это самое популярное на сегодняшний день движение, потому что, ну, молодежь, наверное, в этом находит ее более привлекательной, потому что развитие каких-то культуры, новых каких-то веяний искусства, значит, сохранение национальных памятников исторических, это все очень важно, и, как известно, все начинается с культуры. Это для таких, как ты, творческих людей. Тут же не просто волонтерство, тут волонтеры культуры. Ну, я немножечко не согласна с такой формулировкой, потому что многие связывают творчество, культуру, как что-то обособленное, связывают это с людьми, вот, скажем так, вот, есть какой-то человек, он не от мира сего, вот, он чем-то там своим занимается. На самом деле это не так. Слово, например, с английского create, это значит творчество, это значит создавать. Любой человек, созидающий, вне зависимости от того, это не обязательно должны быть какие-то виды искусства, там, или еще что-то, это может быть, я не знаю, какой-то абсолютный технарь, программист, он своего рода творческий человек, он создает какую-то культуру. Если человек позиционирует себя как созидателя, если он уважает прошлое, стремится сохранить его и готов принести что-то новое, это творческий человек. Абсолютно согласна. Поэтому я думаю, что рамки эти уже потихонечку раздвигаются, новая молодежь, новые какие-то смыслы. Я надеюсь на то, что наше движение будет только развиваться в нашей республике. Ну, конечно, хотелось бы узнать о ваших планах. Касаемо наших планов, как говорится, «Расмеши Бога, расскажи ему о своих планах». У нас их много. Я думаю, что продолжаю и в прошлом это делала, призываю молодежь творческую просто следить за нами в Инстаграм. У нас теперь есть собственный сайт, следить за событиями в сайте, присоединяться к нам. И обо всех новостях вы будете узнавать, помимо того, что первыми вы сможете участвовать во всех наших проектах. Ну, озвучь сайт. Значит, наш сайт называется metrum.rf. Также вы можете найти нас в Инстаграм, metrum.rf.poets.kchr. Я думаю, что планов много. Мы всеми ими делимся. И вот у нас на данный момент 4 проекта в разработке. Поэтому я надеюсь, что мы, я так считаю, что наш прошлый год был не то чтобы провальным, но таким... Тихим. Тихим. Мы эту ситуацию исправим и с новыми силами заявим о себе. Никакого сомнения лично в тебе я не имею. Я думаю, что все у вас получится. И у тебя, я знаю, что много сподвижников, таких же креативных, творческих людей. Поэтому желаю вашему клубу развития, удачи. И спасибо, что была в гостях у нас сегодня. С добрым утром тебя. Вам спасибо, Белочка. В Архазе прошли соревнования по горнолыжному спорту. В числе участников были не только представители регионов Северного Кавказа, но и поклонники экстремальных дисциплин из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга. За состязаниями наблюдал и наш корреспондент Артур Мхце. В Архазе на днях было очень жарко. Глядя на показатели термометра и стелившиеся по склонам снежное покрывало, в подобное верилось с трудом. Однако увлекающимся экстремальными видами спорта мерзнуть некогда. Для них здесь организовали соревнования по горным лыжам. Сперва на старт за кубок архазенок вышли ребята 6-12 лет. Затем свой класс показали старшие, в том числе инструкторы и бывшие спортсмены. В сумме у нас за этот сезон стартовый такой пилотный, мы увидели в протоколах больше ста участников. Это в детском зачете. Так как добавилось в этом сезоне в компании у нас в инструкторском составе спортсменов бывших, мы начали также усиливать, скажем так, повышать квалификацию, очень активно тренироваться. Ну а чтобы это проверить, согласовали с Кубком Мастерс России. Есть соревнования российского уровня Мастерс, на котором это многоэтапные старты по всей России. И подали заявку на то, чтобы в Архизе такой этап также на следующий сезон состоялся. Проведение здесь состязаний подобного уровня стало возможным благодаря поэтапному развитию как самого курорта, так и внедрению нового оборудования, в том числе системы хронометража. А увидеть горнолыжный турнир в деталях помогли коллектив школы инструкторов Архиза и персонал фото- и видеослужбы. Без их умения в экстремальных условиях выбрать нужный ракурс, было бы намного труднее показать всю прелесть этого вида спорта. Организаторы соревнований дали возможность принять участие в борьбе за призы различным возрастным категориям, поделив их на несколько групп. Дети могли сделать бесконечное число попыток. По итогам лучшие из них и определялись лауреаты состязания. У старших, разумеется, всё по-взрослому, в соответствии с правилами крупных соревнований. Каждому участнику было необходимо провести успешно обе попытки на разных, но одинаково сложных трассах. Лучшие определялись по сумме двух спусков. Матвей Киреев приехал в Карачаю-Черкесию из Воронежа. Говорит, что в Архизе ему всё нравится. Даже не тянет посещать другие, в частности, зарубежные курорты. Мне понравилось всё. Я сюда езжу седьмой год. Единственная проблема на трассе была, потому что ехал последний, там был лёд. И я там упал. На этих соревнованиях у Матвея была персональная болельщица – его мама. По словам Татьяны Киреевой, Архизские трассы ей нравятся своей доступностью для спортсменов различного уровня. Здесь можно совершенствовать свои навыки занятий сноубордом, горными лыжами. Мы здесь не первый раз. Мы иногда сюда приезжаем, мы любим очень это место. У меня сейчас в соревнованиях принимает участие младший сын, поэтому я группа поддержки. Я всем желаю участникам, главное, наверное, положительных эмоций и побед. Чем хороши подобные соревнования, так возможностью сравнить свой уровень подготовки с теми критериями, которые позволяют лучшим побеждать на сложных трассах. Среди тех, кто в этот день вышел на старт, были спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из регионов Юга России. Несмотря на то, что здесь тоже имели свои победители, назвать кого-то из участников проигравшими язык не поворачивается. Приехавшие на соревнования люди нашли время и возможность для занятия любимым видом спорта. Глядишь, в нынешних условиях, когда менее доступными стали некоторые ранее популярные зарубежные горнолыжные курорты, у Архиза появится возможность приглашать еще большее число туристов. Дальнейшее развитие и разумная ценовая политика помогли бы воплотить в реальность многие грандиозные, в частности, спортивные планы. Артур Махце, Максим Долгов, Вести, Карачао-Черкесия, Архиз. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск Вестей Шерифат Лепшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи.